Приветствую вас, дорогая церковь, дорогие братья, сёстры, гости нашей церкви. Вы знаете, очень малая часть присутствующих принимала участие когда-либо в судебных разбирательствах. Но из существующих, почему мы не принимали участие, потому что в большинстве своём мы всё-таки стараемся до этого не доводить, и все возникающие конфликты решить до суда. Но из существующих передач, из существующих кинофильмов, книжек мы знаем, как это происходит. Если, допустим, человек какой-нибудь совершил какое-то правонарушение, которое наказывается судом, то он будет привлечён к суду. И подсудимому предъявляются обвинения, после чего подсудимый объясняет, почему он так поступил. То есть говорит, какие у него были мотивы. Заслуживаются свидетели, потом идёт прение сторон, после чего выносится приговор. Если судья считает, что этот человек виновен, то ему выносится виновный приговор, и человека осуждают, сажают на несколько лет. Если же это обвинительный приговор, оправдательный, вернее, если это оправдательный приговор, то человека милуют прямо в зале суда, объявляют его невиновным и отпускают из зала суда. И, вы знаете, когда человек производит вот эти вот нарушения закона, он, как правило, не думает о последствиях. Не думает о последствиях. Когда уже совершил, когда уже понимает, что его могут наказать, многие здесь подаются в бега и годами бегают, прячутся от правосудия. Но это такой человеческий суд, суд между людьми. Но мы знаем, что каждого из нас ждёт Божий суд. И апостол Павел неоднократно в своих посланиях нас об этом предупреждает. И этого суда никто не сможет избежать и спрятаться от него. В третьей главе, которую мы сегодня будем с вами изучать, послание к римлянам, Павел вновь затрагивает эту очень важную тему. Давайте с вами зачитаем послание к римлянам, третья глава с первого по двадцатой стихи. Послание к римлянам, третья глава с первого по двадцатой стихи. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче, в том, что им верено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены, все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного. Нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Все совратились в пути, до одного не годны. Нет делающего добро. Нет ни одного. Гортани их открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстрее на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так, что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть. Ибо законом познается грех. Вот такой вот сегодня у нас длинный текст. И на первый взгляд может показаться, что довольно-таки сложный для понимания. Но мы сейчас потихоньку с вами будем разбираться, что здесь Павел подразумевал. На прошлой проповеди мы с вами уже разговаривали и размышляли над проблемой римской церкви, проблемой в поддельной праведности. И апостол Павел объяснял иудеям, что они сами не соблюдали написанного. Они сами были нарушителями закона. Но при этом они еще пытались кого-то чего-то там учить. И несмотря на то, что сами они этим требованиям, которые выдвигал Господь Бог, сами они этим требованиям не соответствовали. И Павел также объяснял иудеям, что такое преимущество, как обрезание, оно имеет смысл только лишь тогда, когда ты исполняешь закон. И вот в начале третьей главы апостол Павел подводит итог, сказанного во второй главе, и начинает эту третью главу и спрашивает. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Вы знаете, вообще если проследить историю еврейского народа, то сразу и не скажешь, что они вообще имели какое-либо преимущество. Посмотрите сами, они 400 лет были в рабстве у египтян. У них был тяжелый физический труд. Когда Моисей их вывел из египетского рабства, и они шли по пустыне, в какой-то определенный момент они возраптали на Бога, они усомнились в Божьих обещаниях, и за это они 40 лет бродили по пустыне, порой без воды и без еды. И они 40 лет бродили по пустыне, пока не вымерло целое поколение. Они вели многочисленные войны, их убивали, их захватывали в плен. Скажите, кто-нибудь хотел бы такой участи? Да хотя бы вспомните, как фашисты уничтожали евреев во время Второй Великой Мировой войны. Поэтому у евреев была очень тяжелая судьба. Разве скажут, что они имели какое-то преимущество от того, что их избрал Бог. И даже то, что они избраны народ, не давало им гарантии на то, что они будут в Царстве Небесном. Так в чем же преимущество быть иудеем? И ответ на этот вопрос дает Павел во втором стихе. Во втором стихе написано, великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Их преимущество было во всех отношениях, но прежде всего то, что им верено Слово Божие. Учение Павла много подвергалось критике, поэтому его постоянно обвиняли в том, что он проповедует, что будто Божье призвание Израиля, как его особенного народа, что это утратило свой смысл. И, естественно, у евреев возникал вопрос, что если это не так, если наше еврейское наследие, наше знание, то, что у них есть закон Божий, если исполнение обрядов, таких как обрезание, если это не дает спасения и не делать еврея праведным перед Богом, то в чем тогда преимущество? Какой смысл? И какая польза от обрезания? Ведь многие были уверены в том, что само по себе быть евреем означает быть угодным Богу, что это своего рода был такой гарант, своего рода такой пропуск в Царстве Небесное. В этом же послании апостол Павел в 9 главе, в 4 стихе говорит об израильтянах, что им принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. То есть еврейский народ в самом деле был таким особенным в глазах Бога. И несмотря на их страдания, Бог благословлял этот народ и благословлял так, как ни один другой народ Он не благословлял. Он защищал, избавлял его. Поэтому, как апостол здесь говорит, их преимущество велико во всех отношениях, так как прежде всего им доверены были обещания Божьи. Но иудеи были неверны. Они должны были своей жизнью прославлять имя Бога. Но на самом деле они своим поведением лишь хурили имя Божие. У них не было страха Божьего. Иудеи думали, что милостливый Бог не будет наказывать тот народ, который избрал. Поэтому у них возникал вопрос, что если это не так, то в чем тогда у нас преимущество? Павла также обвиняли, что его учение якобы посягало на чистоту и святость Бога. Человеческие рассуждения были такими, давайте с вами зачитаем с 5 по 8 стихи в современном переводе. В современном переводе они звучат так. Если то, что мы поступаем неправильно, лишь яснее доказывает правоту Бога, то можем ли мы сказать, что Бог неправ, наказывая нас? Конечно же нет. Иначе как Богу судить мир? Ты можешь возразить, но если моя ложь приносит славу Богу, потому что правда Божия только яснее видна из-за моей лжи, то почему все же я осужден, как грешник? Это все равно, что сказать, мы должны творить зло, чтобы из этого простекло добро. Многие укоряют нас в этом, что мы именно этому и учим. Люди, которые говорят такое, неправы и заслуживают осуждения. То есть, они размышляли, говорили так, что человек, когда грешит, когда грешит, он своими грехами прославляет Бога. То есть, если иными словами еще проще сказать, то то, что Бог запрещает, на самом деле ему приносит славу. И получается, чем больше грешишь, тем больше прославляешь Бога. И поэтому иди и спрашивают Павла в 8 стихе, не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? И они предъявляли Павлу, что он учит тому, что на фоне плохих дел прославляется Бог. Критики Павла многократно обвиняли его в том, что его учение о спасении по благодати через веру, что оно не только подрывает Божий закон, но и дает право безнаказанно грешить. То есть, фактически, они обвиняли Павла в том, что он оправдывает грех в глазах Бога, что грех приемлемо в глазах Бога и всякая ложь приносит ему славу. Павла обвиняли в том, что он оправдывает грех, потому что этим якобы прославляется Бог. Но на самом деле мы видим, что Павел наоборот говорит, что все грешны перед Богом, и иудеи, и язычники, все одинаково грешны, и ни у кого, никто не ищет Бога, нет праведного, ни одного. Ни у кого нет страха Божия перед последствиями своих грехов. И вы знаете, вот изучая дальше третью главу с 9 по 20 стих возникает картина Божьего суда, судебного процесса. Картина, когда человек пристает пред Богом и ведет, и идет суд над ним, и он отвечает за свои поступки, которые делал в своей жизни. Вы посмотрите, 9 стих привлечения к суду. С 10 по 17 стихи описываются предъявления обвинений человеку. В 18 стихе мотив и в 19 20 стихе выносится приговор. Давайте разберем это местописание как раз в той последовательности по тем этапам, которые апостол Павел разбивает. Итак, привлечение к суду. 9 стих. Итак, что же имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Апостол Павел говорит, что все и евреи, и не евреи, люди любой национальности все под грехом. Весь род человеческий без какого-либо исключения обвиняется в Божьем суде все находятся под грехом. Люди, которые очень религиозны и склонны думать о том, что Господь их избрал из-за того, что они вели более праведную жизнь, были чем-то лучше, чем другие, они склонны так думать. И даже христиане иногда думают, что Бог их спас лишь из-за того, что они в какой-то мере больше заслуживали спасения, чем другие христиане, чем другие люди. Но апостол Павел, чтобы люди так не думали, он добавляет здесь, что нет праведного ни одного. Предъявление обвинения это с 10 по 17 стихи. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира. Эти обвинения, они следуют из Ветхого Завета. Если быть конкретней, то Павел здесь цитирует стихи из книги Псалтырь. И апостол упоминает здесь термин, такой термин, как праведный, то есть в буквальном смысле чистый перед Богом. И таким образом, именно таким должен быть человек по замыслу Божия, абсолютно чистым перед Ним. Но, к сожалению, все отошли от правильного пути, все согрешили, и нет абсолютно чистых людей перед Богом. И вот именно чтобы люди не думали, что они составляют какое-то исключение из правил, здесь апостол Павел и упоминает, что нет ни одного. И вдобавок к тому, что все люди злые, и нет делающего добро, они еще и упорствуют. Никто не ищет Бога, говорит апостол. Все живут своей жизнью, думают, что у них все хорошо, что все прекрасно, нет никаких проблем, что они все проблемы свои способны решить и сами, и никто не стремится к поиску и познанию Бога. А искренне искать Бога, значит прославлять Его и поклоняться Ему, насыщаться Его словом день и ночь, это значит, что придерживаться Его заповедей, обращаться к Нему в молитве, жить и осознавать постоянное Его присутствие, и желая быть угодным Ему. Павел обвиняет здесь иудеев и говорит, что все соворотились с пути, то есть все отвернулись от Бога. Человек, который по природе своей злой и не подчиняется Богу, он постоянно будет жить в противлении Божьей воли. поэтому человек обвиняется в испорченности и Павел подводит итог, что нет делающего добро, нет ни одного. И посмотрите, обратите внимание, что в этих обвинениях особое место выделяется, отводится речи обвиняемых и их поведению. Давайте с вами зачитаем 13 и 14 стихи. «Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи». И обвинение Павла, обвинение, которое выдвигает Павел, состоит в том, что по природе своей павшее человечество духовно мертво. И оно выражается в метафоре «гортань их открытый гроб». То есть духовно мертвое сердце может порождать только духовно мертвые слова. И горло для сердца нечестивого как открытая могила с трупом. Вы знаете, все знают о том, что мертвеца обычно опускают в могилу и закапывают землю, засыпают сверху землей, и это делается не только для того, чтобы выразить уважение к покойному, чтобы произвести захоронение. Это делается еще для того, чтобы скрыть с глаз людей вот этот вид разлагающего тела и заглушить вот это зловоние, которое исходит от разлагающегося трупа. если кто-то хоть раз ощущал запах разлагающего трупа, то он этот запах не забудет никогда. И вряд ли кто-нибудь захотел бы побольше находиться возле разлагающегося трупа. Но мы знаем, что в те времена в основном людей не закапывали, а помещали в пещеру и заваливали камнем. Заваливали камнем именно для этих же целей, чтобы скрыть с глаз людей вид разлагающегося тела и скрыть вот это зловоние. И здесь апостол Павел говорит о сравнении того, что если открыть эту пещеру, где разлагается тело, сравнение гортани человека с открытым гробом свидетельствует насколько Богу неприятны люди, которые не следят за своим языком, которые лукавят и ругаются. У грешного человека рот никогда не закрывается и глупость его слов свидетельствует о его духовной смерти. По природе своей павшее человечество лживо и как написано языком своим обманывают. Для неверующего человека ложь и другие виды обмана это привычная обыкновенная часть его повседневной жизни. Зачитаем с вами стихи с 15 по 17 в современном переводе. им ничего не стоит совершить убийство. Куда бы они не пошли, они несут с собой разрушение и горе и неведомы им пути мирные. Это обвинение Павла касается поведения людей и состоит в том, что безбожники по природе своей склонны к убийству. Люди убивают друг друга не только на войне, но и в мирное время. Посмотрите сколько даже сегодняшние дни вокруг убийц каких-нибудь серийных маньяков, которые убивают людей одного за другим. Террористические акты уносят сотни жизней людей и такие убийцы везде несут с собой разрушение и горе. В сорок люди порой так орут друг на друга, что со стороны на них смотришь и думаешь, что они готовы поубивать друг друга. И их отделяет от этой беды какие-то сантиметры. Поэтому они так поступают потому что они как написано не знают мирных путей разрешения конфликта. Да и не хотят знать потому что каждый из них считает себя что он прав и уступать не намерен. И какой же мотив был иудеев чтобы совершать дела неугодные Богу оправдывая свои греховные поступки. Стих 18 Нет страха Божия перед глазами их. Нет страха Божия перед глазами их. Они просто не боялись и не думали о том что перед Богом придется отвечать за свои поступки за свои слова. Каждому истинно верующему христианину знание о Божьей силе его святости его славе должны внушать благоговейный страх. Истинное поклонение всегда подразумевает такой страх перед Богом. Это будет защищать их от совершения грехов. В книге притч в 16 главе в 6 стихе говорится милосердием и правду очищается грех и страх Господень отводит от зла. То есть мы должны иметь страх Господень чтобы уберечь себя от злых дел. Вы знаете когда я был на конференции там были братья с разных уголков страны и один брат другого приглашает к себе в гости. Сам он был с Крыма. И вот этот брат которого приглашали он когда услышал вот это приглашение он его спрашивает а у тебя вино есть? потому что давно хотел попробовать крымского вина но потом тут же засмеялся я шучу конечно и был еще один брат такой уже пожилой в годах мудрый соседии и он ему говорит а вот если бы в тебе был страх господен ты бы так не пошутил и вы знаете с одной стороны он прав потому что если этот брат допускает шутки на темы которые не угодны Богу если он если у него идет ассоциация Крыма с вином то это говорит о том что в его сердце присутствует какая-то любовь к вину и он может быть сам и не употребляет но помыслы в своем сердце допускает а Иисус учил одной истине в Евангелии от Матфея в 15 главе 18 стихе там есть такие слова исходящие из уст из сердца исходят исходящие из уст из сердца исходят и другой бы даже на его месте даже бы не подумал о вине поэтому шутка действительно была неуместная но брат соседии тоже согрешил потому что он по вот этой вот неуместной шутке он сделал такое заключение что у этого брата нет страха перед Богом и он осудил этого брата он поступил как книжники и фарисеи которые осуждали язычников за малейшие какие-то нарушения Божьего закона данного через Моисея и поэтому на примере вот этого мы видим с вами что нет праведного ни одного и мы сами часто допускаем ошибки осуждая ближних даже если они неправы и тем самым мы тоже поступаем как иудеи осуждающие язычников в Нагорной проповеди Иисус обращает наше внимание и говорит нам посмотрите на свои мысли на примере заповеди непрелюбодействуй он нам объясняет что кто посмотрит на женщину с вожделением уже прелюбодействуй с нею сердце своем он говорит что даже если вы мысленно что-то греховное неугодное Богу допускаете то вы уже грешите потому что вы это допустили в свой разум вы это допустили в свое сердце мы даже мысли греховных не должны допускать Иисус говорит так же в Евангелии от Матфея в 5 главе в 29 стихе если же правый глаз твой соблазняет тебя вырви его и брось от себя ибо лучше для тебя чтобы погиб один из членов твоих а не все тело твое было ввержено в гиену следующим стихом он тоже самое говорит про руку что если рука твоя соблазняет тебя тоже оторви ее и выбрось ибо лучше чтобы погиб один из членов а не все тело было ввержено в гиену и Иисус здесь говорит не только о женщинах здесь он говорит о любом соблазне поэтому мы должны отсекать от себя вот эти мысли любой соблазн на корню даже если это будет нам во вред самим потому что если мы этого делать не будем то мы рискуем тем что можем погибнуть в посланнике эфесянам 4 главе в 29 и 30 стихах также написано никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших а только доброе для назидания в вере дабы она доставляла благодать слушающим и не оскорбляйте святаго духа божия которым вы запечатлены в день искупления поэтому если мы имеем страх господен то мы даже шутить не должны над темы которые богу не угодны потому что в таком случае мы допускаем греховные мысли в свое сердце в свой разум и грешим языком своим оскорбляя духа святого а гортань наша становится открытым гробом в глазах господа а ведь как мы с вами уже рассматривали уста говорят то что исходит из сердца если у вас возникают подобные шутки и мысли то вам стоит задуматься над чистотой своего сердца можно конечно избавиться от вредных привычек но нужно чтобы преобразилось сердце человека и без Иисуса Христа этого сделать невозможно без Иисуса Христа все люди грешны и заслуживают наказания в Ветхом Завете описывается множество наказаний которые несли люди которыми наказывал их Бог за всевозможные грехи посмотрите например Бог разрушил города Содом и Гоморру за неписуемую развращенность и превратил жену Лота в соляной столб за то что она ослушалась и повернулась назад посмотреть на это ужасное зрелище Бог уничтожил весь род человеческий во время потопа за их греховность и спас всего лишь восемь человек и множество других случаев описывается наказание людей поэтому люди виновны перед Богом и заслуживают наказания и в 19 в 20 стихе звучит вынесение приговора но мы знаем что закон если что говорит говорит к состоящим под законом так что заграждаются всякие уста и весь мир становится виновен перед Богом потому что делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть ибо законом познается грех вы знаете вот любой человек когда сидит на скамье подсудимых он понятное дело он даже если что-то совершил такое может быть не сильно такое греховное никого-то не убил а вот какое-то правонарушение совершил за которое его судят естественно когда он находится на скамье подсудимых у него где-то в глубине сердца таится надежда такая ну может быть помилует может помилует а может быть сейчас пронесет как говорится но когда звучат вот эти когда звучат такие слова виновен у него как говорят вот все внутри опускается и здесь нам Павел говорит что весь мир становится виновен перед Богом в этом месте Павел объявляет Божий приговор павшему не раскаившемуся человечеству заграждаются всякие уста и весь мир становится виновен перед Богом и это заявление не подразумевает каких-либо исключений каждый грешный человек кто бы он ни был состоит под законом и виновен перед Богом заключительный приговор состоит в том что неискупленное человечество не имеет оправданий и виновно перед Богом Бог неопровержимо доказал что нет никаких оснований для оправдания и знаете есть еще один важный момент на Божьем суде не будет прения сторон вы не сможете ничего сказать свое оправдание вы не сможете Богу сказать но подожди посмотри сколько я добрых дел сделал посмотри ведь я там и соседям помогал бабушке постоянно там в магазин бегал родители почитал там не ругался ни с кем милостыни всегда давал и множество множество других дел но Павел четко говорит делами закона не оправдается перед ним никакая плоть никто не сможет оправдаться спастись спастись только по вере только покаявшись в своих грехах мы получаем прощение по милости Божией и только через спасительную жертву Иисуса Христа мы имеем спасение и хочу вам заметить еще один момент что от Божьего суда невозможно будет убежать невозможно будет скрыться не получится где-нибудь годами скрываться в каком-нибудь совсем другом городе и долго время жить и радоваться и скрываться от Божьего наказания не будет как в древнем Израиле городов убежищ куда мог человек совершивший непреднамеренного убийства он мог укрыться в том городе и его не имели права над ним провести самосуд и отомстить ему если он находится в этом городе перед Богом не будет таких городов убежищ если Бог еще не наказывает за беззаконие то это еще не значит что у кого-то получается укрыться от Божьего наказания это лишь говорит о том что Бог просто долго терпит и не наказывает этого человека и просто дает ему время на осознание своих поступков и на покаяние по сути мы все достойны суда и по закону не может быть никакого другого приговора как только смертного и нам нужен лишь спаситель потому что только он может нас спасти а из людей никто сам себя спасти не сможет как помните мультик был про Мюнхгаузена когда он сам себя там за волосы вытаскивал это лишь мультик а мы без помощи Иисуса Христа без его спасительной жертвы мы не будем иметь спасение и вы знаете если человек живет без Христа и при этом старается жить по закону но если он допустил хотя бы один грех то он уже в Царство Небесное не попадет сколько бы при этом он добрых хороших дел не делал в послании к Иакову в послании говорят кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь то становится виновным во всем ибо тот же кто сказал не прелюбодействуй сказал и не убей посему если ты не прелюбодействуешь но убьешь то ты так же преступник закона посмотрите если человек живет более-менее праведной жизнью как он считает и делает даже множество множество добрых хороших дел и при этом хоть раз оступился и нарушил Божий закон он уже преступник перед Богом вне зависимости от того сколько хороших тысячи хороших дел он делает других в день но он один раз оступился и он такой же преступник перед Богом поэтому нет праведного ни одного и мы имеем спасение только лишь по милости Божией по вере и какое преимущество у нас с вами от того что мы являемся сегодня с вами христианами самое главное преимущество самое главное привилегия заключается в том что мы тоже имеем священное писание мы сегодня имеем возможность изучать знать слово Божье знать что там написано и если Бог избрал евреев чтобы разносило свидетельство по всем народам то сегодня слово Божье должно звучать и через нас и заключение я бы хотел напомнить некоторые пункты обвинительного приговора суда Божьего и какие выводы мы должны из этого сделать итак первый пункт нет праведного ни одного никто не ищет Бога мы должны объяснять людям что все люди грешны и подлежат суду и только во Христе мы имеем спасение мы должны помогать невежущим людям найти Бога второе обвинение это горта них открытый гроб пожалуйста следите за своим поведением за своим языком вспомните какие слова вы произносите когда вы допустим промахиваетесь забивая гвоздь промахиваетесь попадаете себе по пальцу или когда вы едете на машине какой-то лихач подрезает вас какие мысли у вас возникают вспомните любую другую ситуацию в которых идет выплеск эмоций если вы в такой момент говорите не очень хорошие слова то задумайтесь о чистоте вашего сердца помните что мы уже говорили исходящее из уст из сердца исходит если у вас непроизвольно вырываются гнилые слова то значит в вашем сердце есть гнильцо очищайте его ежедневными молитвами изучением писания и покаянием перед богом пока эта гниль не поразила все ваше тело и вы не погибли нет страха божия перед глазами их поэтому мы должны иметь страх божий страх господен и если мы будем иметь страх господен мы сможем как мы уже с вами тоже зачитывали уберегать себя от зла не шутите на тему неугодной богу представьте только что ваша шутка воплотилась в жизнь и то над чем вы пошутили стало реальностью задайте себе вопрос это угодно богу если нет то даже не открывайте рта на такую шутку потому что ваша гортань тогда уподавляется открытому гробу помните что несмотря на страшный приговор который может быть вынесен на страшном суде есть и спасение живите со христом в своем сердце и когда вы будете оправданы христом у вас у самих не будет желания грешить и совершать дела неугодные богу а господь бог поможет вам в этом аминь